Новогодние застолья ассоциируются, как правило, с излишествами. Однако праздник может принести не только кратковременную радость, но и длительную пользу, если следовать нескольким простым советам относительно меню и приема пищи. В новогоднюю ночь, в предновогодние застолья не надо накануне голодать. Прежде всего, надо в течение дня соблюдать тот же пищевой режим, как обычно. То есть, вы едите завтраки, обеды, и ваш ужин – это будет новогодний стол. И если вы пришли на ужин не совсем голодным, то, соответственно, вы не будете склонны к перееданию. По словам специалиста, еще одним лайфхаком может стать правильной сервировкой новогоднего стола. Чтобы не навредить своему организму, можно сохранить все любимые блюда на столе, но при этом следить, чтобы порции были небольшими, фактически дегустационными. То есть, на небольшую дарелку положить всего понемножку. Суточная норма человека – 2500 калорий. Она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки. И, разумеется, не нужно съедать весь суточный объем пищи за один прием. Мы привыкли, особенно в Татарстане, подавать блюда в большом количестве. Когда вы накрываете стол, вспомните, как вы едите в ресторане, в каком количестве подаются салаты в ресторане. Ведь каждый салат в ресторане подается порционно. Вы согласны? Соответственно, если вы позаботитесь о порционности своих салатов, вы не будете склонны к перееданию. Некоторые используют для порционности тарталетки. Это то, чего бы я не рекомендовала, потому что тарталетки, они сами несут свою пищевую нагрузку. И плюс тарталетки являются жирным, песочным тестом, соответственно, это тоже будет плюс калорийность. Соблюдать меру – важное правило, которого следует придерживаться при выборе блюд и напитков во время застолья. Однако количество употребимого внутри желудка – не единственное, о чем стоит беспокоиться. Важно и то, что мы едим. Горячие блюда готовить, не жарить. То есть запекать, тушить, варить. И, наверное, в новогоднюю ночь можно однозначно исключить гарниры, которые мы любим в ежедневных блюдах. Если с горячим гарниром все более-менее ясно, то с любимыми салатами – нет. Ни одна хозяйка не допустит, чтобы на ее столе гости не нашли традиционного оливье. Но каждая женщина наверняка мечтает о том, чтобы любимые блюда не наносили сильному вреда фигуре. Салат оливье на самом деле – это большое количество компонентов и заправленные зачастую майонезом. Поэтому я рекомендую сделать этот салат оливье немножко в другой, более диетологической составляющей. Первое, самое важное – это заменить колбасу из салата на отварное мясо. Второе – это добавить в этот салат свежих огурцов. И я сама, у меня есть такой личный лайфхак – я добавляю в салат оливье зеленое яблоко. Это тоже придает очень пикантный вкус. Но и заправить его не обязательно майонезом. Но если вы все-таки заправляете майонезом, сделайте этот майонез сами. Также не стоит забывать, что сладкие газированные напитки, в том числе и шампанское, создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу. Любой алкоголь – это, в принципе, дополнительный удар по нашей пищеварительной системе, особенно если его очень много или он очень крепкий. Вогоднюю ночь я все-таки рекомендую исключить сладкие напитки. Не только для себя, но и для своих детей. Не покупать никаких упакованных напитков, даже если там есть указания, что они стопроцентно натуральные. Сделайте напиток сами. Пусть это будет домашний морс, легкий или просто обычная вода. Откажитесь от крепкого алкоголя. Прием алкоголя, помимо того, что алкоголь сам является калорийным продуктом, он на 25% повышает аппетит. Итак, новогодняя ночь позади. Настала 1 января. Мы проснулись, открыли глаза и вдруг поняли, что все-таки немного лишних калорий и тяжести вчера отхватили. Можно ли это предотвратить? Иногда мы ходим не только за свой стол, но идем за стол к своим соседям, родственникам. И в течение дня, конечно, мы можем переесть. Если вы уже имели такой опыт, что вы склонны к тому, что вы можете переедать, я рекомендую до начала застолья принять такую добавку, как хитозан, которая является адсорбентом. Либо есть во всех ПП-магазинах добавочка псиллиум, который можно развести и выпить, который тоже создаст некий объем в желудке и не будет подвергать вас перееданию. Но если все-таки такое случилось, то в процессе, когда вы почувствовали, что все-таки вы переели, в вашем доме должны быть ферменты. Моим любимым ферментом является крион. Но если нет криона, можно выпить любые ферменты. Это может быть и мизимфорты, это может быть и эрмиталь. Ну и самый главный совет. Помните о том, что праздники созданы для того, чтобы много гулять, кататься на коньках и танцевать. Сидеть весь день за столом или лежать на диване, поглощая еду, не самый лучший вариант. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус.